Сергей Михалков Дядя Стёпа ветеран Жил в Москве Степан Степанов, знатный милиционер, А теперь Степан Степанов рядовой пенсионер. Ветеран в годах немалых, человек уже седой, Изо всех людей бывалых всё же самый молодой. Не сидит Степанов дома, не глядит весь день в окно, И не ищет он знакомых, чтоб сразиться в домино. Чем же занят дядя Стёпа, детство нашего герой? Как и прежде, дядя Стёпа крепко дружит с детворой. Взять, к примеру, стадион, где ребята, там и он. В зоопарк ребят ведут, дядю Стёпу дети ждут. Вот своим широким шагом через площадь он идёт, А вокруг детей ватага, любознательный народ. Расскажите, дядя Стёпа, как живёт ваш сын Егор? Подскажите, дядя Стёпа, как глядеть через забор? Дядя Стёпа рад стараться. Покажу, смотрите, братцы. Он не знает чувства меры, говорят пенсионеры. Дядя Стёпа и сейчас хочет быть моложе нас. Разве что-то есть на свете, что надолго можно скрыть? Пятиклассник Рыбкин Петя потихоньку стал курить. У парнишки к сигаретам так и тянется рука. Отстаёт по всем предметам, не узнать ученика. Начал кашлять дурачок. Вот что значит табачок. Дядя Стёпа брови хмурит. Кто из вас, ребята, курит? Я курящих не терплю, сам здоровья не гублю. Вы сознательный народ. Тот, кто курит, шаг вперёд. За себя один в ответе, покраснев при всех как рак, Пятиклассник Рыбкин Петя сделал требуемый шаг. Что тут много говорить? Обещаю не курить. Подмигнул Степанов детям, руку мальчику пожал. Знают все, что Рыбкин Петя слово данное сдержал. Высоту берёт пехота в наступлении войска. Как лягушку из болота кто-то тянет языка. Даже девочкам не спится, им, медсёстрам, не до сна. То идёт игра зорница, не военная война. Дядя Стёпа на пригорке, да ещё на бугорке, наблюдает взглядом зорким за сражением вдалеке. Подбежал вертушкин Митя, просит взводный командир. Дядя Стёпа, хоть пригнитесь, вы ж такой ориентир. Дядя Стёпа улыбнулся, но послушался, пригнулся. Видит бывший старшина. Хоть играют, а война. Окружили дядю Стёпу, прямо в штаб ведут его. Признавайтесь, дядя Стёпа, вы болели за кого? Я не буду отвечать, мне положено молчать. Я задержан, я в плену, ни словечко не сболтну. Как-то утром дядю Стёпу повстречали во дворе. Вы куда? Лечу в Европу, дома буду в сентябре. Есть билет и есть путёвка. Самолёт Москва-Париж. Отказаться ведь неловко, и не хочешь полетишь. Все заходят в самолёт. Ну, вези аэрофлот. Дядя Стёпа в кресло сел, пристегнулся, завтрак съел. Только в руки взял газету, что такое, прилетел. На три точки приземлился и в Париже очутился. Башню Эйфеля в Париже дядя Стёпа посетил. Вы, конечно, чуть пониже, переводчик пошутил. В старой ратуше туристов принимал почтенный мэр. За Париж бокалы скристы поднял наш пенсионер. Сидя рядом с партизаном, о Москве поговорил. Двум рабочим ветеранам по матрёшке подарил. Дядя Стёпу приглашали и в музей, и в ресторан. И повсюду представляли — это русский великан. И однажды с чемоданом, сквозь рентген пройдя сперва, Сел турист Степан Степанов в самолёт Париж-Москва. У окошка в кресло сел, пристегнулся, завтрак съел. Только взялся за газету, что такое, прилетел. Как леталось дядя Стёпа, как здоровье, как Европа. А Степанам всем в ответ — лучше дома места нет. В пятом классе сбор отряда, всем на сбор явиться надо. Объявляется оврал, дядя Стёпа захворал. Дядя Стёпа простудился и в кровати очутился. А друзья уж тут как тут, те вошли, а эти ждут. Кто несёт ему варенье, кто своё стихотворение, кто заваривает чай. Дядя Стёпа, вот малина, пейте вместо аспирина. Дядя Стёпа, не скучай. И растроганным вниманием благодарности полна. Всех встречает тётя Маня, дядя Стёпина жена. Не прошло ещё недели, дядя Стёпа встал с постели. Вышел в пятницу во двор, а навстречу сын Егор. Повстречались сын с отцом, каждый смотрит молодцом. «Можешь нас поздравить с дочкой», — космонавт отцу сказал. «Надо здесь поставить точку». Дядя Стёпа дедом стал. Ветеран Степан Степанов, если здраво посмотреть, Должен поздно или рано, к сожалению, умереть. Удивительное дело. День за днём, за годом год. Столько весен пролетело, а Степанов всё живёт. Он и пенсию имеет, и преклонные года. Он уже не постареет ни за что и никогда. Те, кто знал его когда-то и ходил с ним в детский сад, Те сегодня бородатый и знакомят с ним внуча. Дядя Стёпа с ними дружит. Он ребятам верно служит и готов всегда, везде, Им помочь в любой беде. Знают взрослые и дети, весь читающий народ, Что, живя на белом свете, дядя Стёпа не умрёт.